Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Один из самых больших в крае перинатальных центров через месяц примет первых пациентов. Завершить строительство роддома в Сочи губернатор поручил в марте. Улица Арджинкедзе станет двусторонней. Во время фестиваля болельщиков в Сочи изменится схема дорожного движения. Лучших ученых в Сочи поздравили с Днем науки. Самые плодотворные разработки отмечены почетными знаками. Спели во имя мира. Сочинские студенты, школьники и просто прохожие сегодня вспомнили патриотические песни. Креативные, талантливые и амбициозные. В Сочи продолжается всероссийский конкурс лидеры России. В Олимпийской столице накануне стартовал финальный этап проекта. 300 молодых людей приехали доказать, что они лучшие из лучших. Все они уже получили по миллиону рублей в качестве грантов, а на кону возможность в течение года учиться у ведущих управленцев страны. О счастливчиках, в том числе из Краснодарского края, которые могут пополнить кадровый резерв аппарата президента и крупных госкорпораций в материале наших коллег. В зале собрались 300 миллионеров. Каждый из них гарантированно получит сумму с шестью нулями на образование. Финалисты прошли жесткий отбор. На одно место в финале претендовали больше полутысячи человек. Знаю, что у ряда коллег уже такая амбициозная и правильная идея, заключающаяся в том, что если нас много и у каждого из нас миллион, что это мы будем ходить за учебными заведениями, пусть они за нами походят. Ну, правильно. Когда я услышал про эту идею, я понял, что мы правильных людей выбрали в финал. Конкурс станет своеобразным социальным лифтом. Его запустили по поручению Владимира Путина. По сути, это возможность без связи подняться по карьерной лестнице. Самых активных участников берут на заметку среди финалистов кадровый резерв управленцев аппарата президента и крупных государственных корпораций. Мы, конечно, все нуждаемся в наиболее талантливых людях. И нельзя сказать, что вот у нас нет вакансий. Для наиболее продвинутых вакансий всегда найдется. Любой руководитель, если увидит в вас талант и желание трудиться, мы просто будем сами за вас драться. В стране нужны не винтики в государственной машине, а креативные люди, которые готовы брать на себя ответственность. Это одна из главных установок экспертов конкурса. Количество желающих участвовать в конкурсе превзошло ожидания организаторов в 20 раз. По всей стране были поданы около 200 тысяч заявок. 20 тысяч пришли из Южного федерального округа, где около половины конкурсантов – представители Краснодарского края. В финал конкурса вышли 9 молодых лидеров Кубани. Это предприниматели, руководители крупных компаний, ведущие инженеры предприятий. С ними сегодня пообщался глава региона Вениамин Кондратьев. На встрече говорили о необходимости создания промышленных производств, при этом акцентируя внимание на перерабатывающие заводы. Обсудили финансовые инструменты поддержки бизнеса, но, кажется, еще больше молодых людей интересовало, в какой отрасли сейчас будут нужны их лидерские способности. По словам губернатора края, сфера деятельности огромная, главное – найти себя. Кто хочет попробовать себя во власти, исходя из того, что он должен чувствовать, что у него получится, то есть мы эти двери откроем. Если вы уверены, что у вас больше получится в бизнесе, не оставляйте свое направление, потому что если вы будете успешным бизнесменом, то в крае появятся новые элиты, которые по-другому мыслят, которые понимают, что в одиночку нельзя быть сытному, в одиночку нельзя быть богатому, в одиночку нельзя быть счастливым. Сегодня нужны вот такие элиты и в бизнесе, и элиты во власти. Вот что сегодня не падает. После участия в конкурсе молодые лидеры станут еще востребованием. Уже сегодня в Ихадеис поступает немало предложений, в том числе и интересные проекты в столице. Но глава региона призывает не торопиться с переездом. Краснодарскому краю сегодня также необходимы новые, а главное – талантливые кадры. И особо высоко ценятся те, у кого есть настоящее качество лидера. Не может показать конкурс, все эти отборочные туры. Очень главную черту лидера, я считаю, это умение нести ответственность или возможность характера отвечать за правительность, правильность принятых решений и результат перед другими или перед обществом. Вот здесь никаким тестом это не изменится. Конкурс лидеры России, что это такое? Это поезд человеческого капитала. Это залог успешного будущего и края, конечно, не странно. Это правда. Принципиально важно не использовать этот конкурс как троплин для ухода в Москву. Это очень важно. А использовать для того, чтобы на самом деле открыться, как говорится, и реализовать все-таки в нашем крае. После встречи со многими договорились о дальнейшем сотрудничестве, например, чтобы решить наболевшую проблему с пробками на краснодарских дорогах. Есть у молодых людей много других предложений. В абсолютно разных сферах все финалисты конкурса смогут принять участие в реализации проектов, прописанных в стратегии развития Краснодарского края 2030. Я очень верю в этот конкурс, потому что, действительно, как я уже сказал, это абсолютно прозрачные правила, честное участие здесь. Он, наверное, не является насаженным, а скорее является ответом на требования времени. Участников ждут четыре напряженных конкурсных дня. Предприниматели и главы разных структур будут участвовать в тренингах, семинарах и деловых играх. Цель – показать умение работать в команде и принимать волевые решения. Это будет полезно всем, я думаю, и бизнесу, и власти, и тем, кто в дальнейшем пойдет на госслужбу, и тем, кто не пойдет. И это повысит эффективность работы. Жюри выберет 100 победителей. Они получат самый ценный приз, который, правда, не измеришь цифрами. С лидерами на протяжении года будут работать ведущие управленцы страны. Максим Емельянов, Мария Крошная, Сергей Щербин, Денис Москаленко. Кубань-24. Сочи. Один из самых больших в крае перинатальных центров в этом году примет первых пациентов. Завершить строительство родильного дома в Сочи Вениамин Кондратьев поручил в марте. Глава региона побывал на объекте и оценил темпы работ. Сейчас практически во всех палатах и кабинетах заканчивают отделку. Уже закупили все необходимое медицинское оборудование. В ближайшее время планируют приступить к его монтажу. Губернатор края поручил ускорить все работы, чтобы как можно скорее открыть перинатальный центр. Сегодня и жителям, и гостям в Сочи нужен перинатальный центр. И сегодня проблема решается путем местной медицины, местных лечебных учреждений. Но высокотехнологичная передовая современная медицина тоже должна прийти в Сочи посредством строительства настоящего перинатального центра. Из-за проблем с подрядчиками перинатальный центр в Сочи не могли сдать несколько лет. Весной прошлого года Вениамин Кондратьев уже приезжал на строительную площадку. После чего был создан специальный оперативный штаб. В него вошли краевые и муниципальные чиновники. А к строительству привлекли нового подрядчика. Чтобы наблюдать за процессом работ на каждом этапе, были установлены видеокамеры. Как отметил Вениамин Кондратьев, сегодня есть все возможности, чтобы в ближайшие месяцы завершить строительство и начать сдачу в эксплуатацию. Переносить сроки больше просто недопустимо. По уровню сегодняшней работы, по оснащению, я вижу, что на самом деле здесь счастье может рождаться. И давайте сделаем, чтобы оно рождалось. Я думаю, у нас есть до всей возможности. Еще, с подчеркиваю, подрядчик сегодня высококлассный. Максимально все вместе, не деляя здесь на какую-то ответственность или на какие-либо заслуги, все вместе сделать последний рывок. И я думаю, что 1 марта, на самом деле, мы сможем его сдать. Новый медицинский центр будет специализироваться на сложных случаях беременности. Рассчитан он на 120 мест. В большом восьмиэтажном здании разместятся отделения консультаций, диагностики, вспомогательных репродуктивных технологий, лаборатория, а также реанимация и интенсивная терапия новорожденных. Во время фестиваля болельщиков в Сочи изменится схема дорожного движения. Ее утвердили на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения. Площадка фестиваля болельщиков, рассчитанная на 10 тысяч человек, будет оборудована в районе Южного Мола. Причем территория не будет ограничена самой площадью. Фан-зона охватит и улицу Несебрскую. За 24 дня работы сюда планируется привлечь до 250 тысяч гостей. Сейчас продолжается формирование программы. Предусмотрены трансляции самых ярких матчей на больших экранах, концерты звезд, культурные, развлекательные и спортивные активности. В связи с этим будут введены ограничения для движения автомобилей в районе фан-зоны. В частности, будут перекрыты улица Несебрская от Паярка до Войкова, улица Войкова от Несебрской до Курортного проспекта, а также улицы Кооперативная, Москвина и переулок Электрический. Одностороннее движение будет введено по улице Паярка и Воровского. А улица Орджоникидзе получит двустороннее движение. Речь идет об отрезке от Зимнего театра до храма Михаила Архангела. Чтобы ограничения на дорогах не привели к заторам, глава Сочи поручил провести большую информационную кампанию и убеждать водителей пользоваться в это время дублером Курортного проспекта или объездной дорогой. Нужно будет ставить информационные щиты, как это мы делаем на спутнике, и сотрудники полиции будут отправлять на дублер. Для того, чтобы это произошло, надо это все внести в обязательном порядке. Если мы этого не сделаем, будет такой транспортный коллапс, с которого мы не вылезем. Единственный вопрос – это создать, чтобы все-таки ушли на дублер. Сотрудники ДПС уже на Мамайке будут рекомендовать водителям следовать на дублер. Также волонтеры будут распространять специальные листовки с описанием всех ограничений движения и возможных путей объезда. Но к затруднениям на дорогах зачастую приводит и обычная халатность водителей, бросающих машины на обочинах. И сами жители тоже возмущены. Такие фотографии нарушений правил парковки заполонили соцсети. Самое страшное здесь, что здесь нужно понимание, что иногда дорога, проезжая часть настолько сужается за счет этих нарушителей, что просто не могут проехать специализированные машины. Например, такие, как пожарная или машина саха по уборке мусора. А мы все-таки все хотим жить в чистом городе, мы хотим жить в безопасном городе. И я думаю, что, конечно, это важно. Альтернатива организованной стоянке есть, но практика показывает, что зачастую жители выбирают путь нарушений. Однако эвакуация транспортных средств проводится только по отдельным участкам города. А такие улицы, как Карла Липкнихта, Паярка, Ривьерский переулок, Росконституции, Московская, Горького в районе ЖД вокзала остаются без внимания полка ДПС. При этом, по словам инспекторов, количество протоколов, составленных за неправильную парковку, растет. Но реальная ситуация показывает, что эффекта нет. В связи с этим глава Сочи предложил уже на следующей неделе провести расширенное совещание с представителями всех силовых структур – прокуратуры, ФСБ, где будет дана оценка эффективности организации работы в этом направлении полка ДПС. Галина Моисеева, телекомпания «Эвкаты». Глава города проверил систему безналичной оплаты в общественном транспорте. Анатолий Пахомов вместе с представителями банка побывал на одном из городских маршрутов, где недавно заработали валидаторы, то есть приборы, которым можно просто приложить банковскую карту и получить билет. Глава города привык не верить на слово, а проверять личную эффективность любого новшества для сочинцев. Оплатить проезд в автобусе бесконтактной банковской картой Анатолий Пахомов сумел с первого раза. А значит, проблем не должно возникнуть и у остальных жителей. Легким движением 22 рубля списываются со счета, а водитель вручает билет. Система не только удобна, но и эффективна. А теперь и пассажирам не нужно мелочь считать, и деньги точно дойдут до городской казны. Это действительно новые технологии, это комфортность, удобство. С другой стороны, это контроль. Потому что мы сегодня без этого не можем. Потому что мы видим, что вроде бы демократизация всех процессов идет, но не всегда сознательность так же быстро растет. Поэтому технологии новые будут помогать. Реализацию проекта безналичного расчета поддержал Сбербанк. Уже в сотне автобусов курорта установлены валидаторы. Через три месяца такие же установки должны появиться и в каждой маршрутке. Нету отрывания билетов. Приложил карту, выбил чек. Сам даже может оторвать билет и пройти в салон. Все внимание теперь на дорогу, на пассажиров. Только открыть, закрыть двери, чтобы никого не прижать, не упустить. На примере других городов, где система уже подтвердила свою востребованность, можно рассчитывать и на успех безналичного обелечивания среди сочинских пассажиров. Мы обслуживаем порядка больше 60% рынка эмиссии банковских карт. Поэтому, если предположить, что в этом регионе живет порядка 20 миллионов человек, то более 10 или более 12 миллионов – это тот потенциальный клиент, который может пользоваться транспортной инфраструктурой бесконтактной оплаты карты. Удобно, надежно и безопасно. Технические возможности теперь уже в социальной жизни сочинцев. Конечно, плюсы нововведений станут приятным сюрпризом и для гостей курорта, о которых в Сочи привык удивлять. В этом году в Сочи пройдут 109 учений по гражданской обороне. Коснутся они отработки действий не только при природных бедствиях, но и в результате техногенных аварий. К чему стоит быть готовым руководителем комиссии по ЧАЭС, рассказали на общегородском семинаре. В зале те, от кого зависит безопасность сотрудников на городских предприятиях. Руководители районных комиссий по ЧАЭС и ответственные за эвакуацию людей в санаториях и больницах периодически встречаются на таких вот занятиях. Важно использовать новые наработки по предотвращению опасных ситуаций, освежить в памяти перечень необходимых документов и поделиться опытом по организации работы на местах. Мы сегодня проговорим и обсудим планы совмеприятия на весь год. Сделаем акценты на те объекты, которые нас сегодня волнуют. В первую очередь, критически важные объекты, потенциально опасные объекты. Рассмотрим вопросы нештатных аварийно-спасательных формирований, где они есть, чем должны быть экипированы, и порядок их действий в случае чрезвычайной ситуации в том числе, и многие другие вопросы. Напомню, традиционно в Сочи особое внимание уделяется отработке навыков эвакуации жителей из подтопляемых районов. Также учения регулярно проходят на объектах жизнеобеспечения курорта, таких как водоканал, ТЭС, хладокомбинат и другие. Учащиеся 48-й школы в Голицыно передали свой детский городок ребятам из Молдовки. Решили, что юным селянам она пригодится больше, а школьникам на месте детской площадки власти пообещали построить спортивный зал. Расскажет Инга Габешия. Качели-карусели со школьной площадки перевезли сюда, в Молдовский сельский округ. В итоге на детскую площадку стекаются детвора сразу с шести близлежащих улиц. В выходные, говорят местные жители, здесь яблоку негде упасть. Каждый день после школы сюда ходим и играемся. Раньше чаще дома сидели, а сейчас гуляем. Негде детям было проводить доступ к свой. И тогда мы выбрали вот это место, здесь был косогор, мы его отсыпали. Администрация работает совместно с нами или мы совместно с ними, поэтому без них у нас ни одного шага не происходит, только совместная работа. Сегодня с самого утра сюда пришли взрослые, чтобы продолжить обустройство площадки. Мамы взялись за кисточки, а вот папы заодно организовали расчистку ливневки. Благо, погода позволяет. Взяли на себя общественники и воспитательную работу с подрастающим поколением. Реализуют в селе и мероприятия в рамках месячника военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Я человек военный, и людей, наша молодежь, хочу, чтобы они выросли защитником Родины. Эта площадка нам, конечно, дает возможность побольше общаться с детьми, с малышами. Ну, мы все приходим сюда, в основном, как, здесь можно на площадке увидеть всех, и пообщаться, побеседовать с малышами, объяснить, что хорошо, что плохо. Школа же, благодаря которой в Молдовке появилась очередная детская площадка, ждет продолжения строительства спортзала. Здесь он нужнее игрового городка. Возвести спортивный павильон на территории 48-й школы решил глава города на очередном сходе граждан в селе Голицыно. На сегодняшний день уже завершен первый этап работ. Залиты две бетонные площадки общей площади 180 квадратных метров. Установлены и металлические конструкции. Сейчас ведется активная работа по изысканию средств для продолжения уже начатых работ. Это очень хорошо, что глава города Анатолий Николаевич Пахомов услышал нас, что начало работе положено. Наша школа – это, можно сказать, единственный социокультурный центр села, поэтому спортивный павильон нам просто необходим для проведения занятий по физической культуре, для организации внеурочной деятельности. Как и бывает в селах, все мероприятия, в том числе культурные и даже сходы граждан, проходят в школе. Поэтому на местные праздники здесь собираются жители сразу пяти сел – Голицыно, Каменка, Казачий Брод, Лесной Монастырь. К строительным работам готовы подключиться и местные общественники – ТОСовцы, которые в городе считаются главными помощниками руководителя курорта. Инга Габеши, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи состоялось первое в этом году заседание Совета национальных культур. На совещании подвели итоги работы за прошлый год и наметили планы на текущие. В совещании принял участие и глава Сочи Анатолий Пахомов. В Сочи сегодня 36 национальных объединений. С каждым годом их становится все больше. Например, совсем недавно добавились два общества – Иранское и Общество Донбасса, куда ходят бывшие жители Донецка и Луганска. Новые общины быстро включаются в совместную работу. Она очень важна, отметил глава Сочи Анатолий Пахомов. Ведь национальные объединения играют важную роль в сохранении мира и стабильности в Сочи. Я очень благодарен национальным общинам за то, что мы с вами смогли сохранить наш город. Именно вот город спокойный, город-труженик, город, в котором друг друга уважают, любят более 120 национальностей. Это наше с вами богатство. И мы никому не дадим его уничтожить. У нас каждый месяц проходит одно-два мероприятия, которые имеют масштаб всего города, а то иногда и выше. Следующий год будет тоже плотно идти по этому направлению. У нас будут и национальные праздники, у нас будут религиозные праздники. Мы будем наращивать по спортивной тематике свои усилия. Кстати, заседание совета провели в недавно отремонтированном Доме культуры КСМ. Именно усилиями главы Сочи Анатолия Пахомова он был возвращен в муниципальную собственность. Зданию, по сути, дали вторую жизнь. Сегодня это Центр национальных культур истоки, который на курорте стал одним из символов сохранения обычаев, традиций и обрядов разных народов. Здесь работает целый ряд секций. Дети учатся рисованию, танцам, пению, игре на инструментах. Сегодня уникальная возможность для всего микрорайона. Здесь полностью Макаренко, Шаумиан, Пластунка, КСМ, Барановка. Это все, здесь почти 30 тысяч человек. Сегодня это как раз то место, где дети знакомятся с культурой каждого человека, каждой нации. Впереди еще одно важное событие отметил на заседании совета мэр Сочи. Это чемпионат мира по футболу. В город приедут болельщики из разных стран. Не секрет, что футбольные фанаты – достаточно сложный контингент. И чтобы исключить разного рода недоразумения, важна совместная работа. Галина Моисеева, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Спели во имя мира сочинские студенты, школьники и просто прохожие сегодня вспомнили патриотические песни. Музыкальный флешмоб прошел на площади у ЦУМа. Тем, кто решил присоединиться, раздали напечатанные тексты песен. Слова вывели и на медиаэкраны, размещенные на фасаде универмага. Но исполнители особо не подглядывали. Эти слова знакомы всем. Также в списке песен оказались «Журавли и темная ночь». Флешмоб прошел в рамках месячника военно-патриотической работы. Напомню, он проходит в Краснодарском крае с 23 января по 23 февраля. Завершил импровизированный хор свое выступление государственным гимном. Ну и еще один персональный флешмоб привлек внимание к курорту в соцсетях. Голого пешехода с рюкзаком задержали сегодня в центре Сочи. Молодой мужчина в неглиже в солнечных очках. И с рюкзаком был замечен горожанами в нескольких местах в центральном районе. Как видно на кадрах, прохожие не пытались вразумить нудиста. Сделать это решили полицейские. На улице Чайковского, на набережной они его задержали. Мужчина не сопротивлялся. Однако, что подтолкнуло его к прогулке в таком виде, пока неизвестно. Замечу, что это далеко не единичный случай в Сочи. В последнее время, видимо, способствует теплая погода. Ну и к другим новостям. Лучших ученых Сочи поздравили с Днем науки. Этот праздник они отмечают ежегодно, начиная с 99-го года. Ну а традиция праздновать его зародилась еще в 18-м веке. Именно 8 февраля указом Петра I была основана Академия наук. В День науки праздничные мероприятия прошли во всех учебных заведениях города. Основная церемония состоялась в зале органной и камерной музыки. Сюда пригласили представителей сочинских научных учреждений и организаций высших учебных заведений. В их числе институты и университеты города, а также Институт цветоводства и субтропических культур, медицинской приматологии, Русское географическое общество и научно-исследовательский центр РАН. С Днем науки преподавателей, ученых, исследователей поздравила заместитель главы Сочи Ирина Романец. У российской науки в городе Сочи очень большие перспективы и большие основания для этого есть, потому что именно в конце прошлого года принято решение о развитии, если так можно сказать, нового наукограда на базе нашего образовательного центра «Сириус». И это, безусловно, станет той важнейшей опцией развития российской науки и науки в городе Сочи. Заслуги представителей науки в области садоводства, курортологии, медицины, образования отметили грамотами и благодарственными письмами. На данный момент я заканчиваю работу на своей диссертации. Она посвящена энтерально-вирусным гепатитам АЕ лабораторных приматов. Это очень интересное и перспективное направление. И будем надеяться, что в будущем это принесет пользу не только для биологии, но и для медицины. Кроме того, за плодотворную научную работу и трудовые успехи на благо Сочи лучшие ученые города были отмечены специальными знаками, в их числе признание и почет сочинцев. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго. До встречи в эфире.